В Петербурге завершились съемки дебютных полнометражных фильмов выпускников Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения «Лапин» и «110», которые получили стопроцентное субсидирование Министерства культуры. Генеральным продюсером картины выступила заведующая кафедра продюсирования «Гикит» Наталья Горина, известная по работе над такими фильмами и сериалами, как «Достоевский», «Сталинград», «Седьмая симфония» и другими. Мы, конечно, для себя поставили задачу такую, что само производство этих фильмов и подготовительный период, и съемочный период должны были стать настоящей лабораторией, в которой наши не только выпускники, но и студенты могут пройти практику, реальную практику на производстве своих же дебютных фильмов. И у нас это очень хорошо получилось. Как отметила Наталья Горина, фильмы очень разные по характеру. «110» – криминальная драма с фестивальным потенциалом, «Лапин» – более доступная для широкого зрителя подростковая драма. Главный герой – юный москвич, который из-за развода родителей вынужден переехать с матерью в провинциальный город и тяжело привыкать к новой жизни. «У него есть лучшая цель – уехать в Канаду, к отцу. И отец его кормит ожиданиями и тем, что вот, скоро ты приедешь в Канаду». Впускники Гекиты раньше снимали дебютные полнометражные фильмы, но проект «Лапины-110» уникальный тем, что кинопроизводство было открытым. Приходить на съемочную площадку и наблюдать за процессом могли все студенты института. То есть это было такое действительно лабораторное совместное творчество, которое, еще раз повторю, спасибо большое Министерству культуры, что вот два проекта и так действительно мощно мы выстрелили. Особенно важно то, что серьезную работу в съемочной группе доверили студентам. Среди профессионалов киноиндустрии они работают ассистентами режиссеров, супервайзерами, ассистентами продюсера, локейшн-менеджерами. Ощущения, конечно, очень сложные на самом деле, потому что, с одной стороны, это действительно интересно, ты знакомишься с ними вживую, узнаешь, как это – работать с настоящими профессиональными актерами. По мнению Натальи Егориной, такие проекты должны стать ежегодной практикой, потому что именно такая работа показывает перспективы образования в киновузе. Мы готовим четыре, может быть, даже пять проектов на подачу. Не знаю, конечно, я понимаю, что это сложно будет финансировать, там, пять дебютов для одного вуза, но, по крайней мере, мы надеемся, что они понравятся, и мы получим, ну, не менее двух-трех проектов в этот году. А фильмы «Лапины-110» в настоящее время уже находятся на стадии постпроизводства. Монтажа музыкального оформления, внутреннюю премьеру для преподавателей студентов ГИКИТ устроят в рамках фестиваля «Питер Кит» уже этой осенью.